В нашей стране очень много красивых женщин, однако хватает красавцев и среди мужской половины россиян. Особенно много их в актерской среде, ведь для людей искусство внешность играет почти столь же важное значение, как и актерский талант. Дмитрий Исаев. Перед самым окончанием театрального училища Исаев женился первый раз на актрисе питерского театра «Аквариум» Аси Шибаровой, которая была его сокурсницей. В браке у актеров родились две дочки-близняшки Соня и Полина. Первый брак актера распался. Вторая жена Дмитрия Исаева, балерина Инна Генкевич. Она стала музой для актера, буквально возродив его к жизни, на тот момент у Исаева был застой не только в личной жизни, но и в творчестве. Новых ролей в кино не было, в театре тоже было все неблагополучно, актер начал злоупотреблять с алкоголем. Генкевич стала опорой и поддержкой мужа, она помогала выбирать роли, читать сценарии, репетировать. Брак продлился шесть лет. Третьей женой актера стала тоже балерина Оксана Рожок, лучшая подруга предыдущей супруги Дмитрия. В июне 2014 года Оксана родила Дмитрию сына, которого назвали Александром. Даниил Страхов. Со своей будущей женой Марией Леоновой Даниил Страхов познакомился в институте. Во время учебы между ними возникли чувства, которые тлели несколько лет. После они работали в месте и только тогда начался новый виток в их отношениях, который в итоге привел к свадьбе. Мария немного теряется на фоне успеха своего мужа, но это не помешало им прожить вместе вот уже 20 лет, правда детей они так и не родили. Конечно ревность была, поводы возникали каждый раз, когда Даниил снимался в проектах с красивыми и одинокими актрисами. Одной из таких актрис стала Елена Корикова. Она чуть было не разрушила союз Марии и Даниила. Роман между актерами начался на съемках бедной Насте и перешел в реальную жизнь. Отношения с Марией у Страхова на тот момент серьезно пошатнулись и все заговорили о том, что скоро будет развод, а за ним новая свадьба. Все понимали, что Корикова намного ярче Марии. Но Даниил в последний момент взял себя в руки и не стал переводить Елену из разряда гражданских жен-сожительниц в официальное. Сейчас Даниил Страхов продолжает радовать своих поклонников новыми проектами не только в кино, но и в театре, который стал его первой любовью в жизни. Игорь Петренко. Творческие люди очень влюбчивые натуры. Вот и Игорь Петренко не стал исключением. Третьей супругой Игоря Петренко стала молодая актриса Кристина Бродская. Девушка младше актера на целых 13 лет, но это не помешало им влюбиться друг в друга. Поговаривают, что роман двух актеров начался еще тогда, когда Петренко был женат. Да и состояла в отношениях с Артемом Крыловым. В 2013 году среди актеров появилась информация, что девушка ждет ребенка. Уже после рождения ребенка стало известно, что его отцом стал Игорь Петренко. У актера родилась долгожданная дочка, которую назвали София Каролина. Рождение ребенка заставило партнеров определиться с кем им быть дальше. Они выбрали вариант быть вместе и порвали с прежними отношениями. В 2016 году пара оформила свои отношения официально. Торжество состоялось в Калининграде. Игорь и Кристина решили скромно расписаться, не привлекая внимания журналистов. На свадьбе присутствовали только близкие друзья и сыновья Петренко. Что ждет в будущем эту пару, остается только догадываться. Возможно, для Игоря третья попытка обрести счастье окажется последнее. Данила Козловский, первой женой Данилы, стала Полька, ушла Магдалена Малка. Данилу со своей первой женой свела сцена. Они играли в одном питерском театре. Их брак был неожиданным и очень обсуждаемым, как и их расставание. Но даже после расставания, артисты совсем не спешили оформлять развод. Зрители полагали, что может актеры надеялись восстановить отношения. Но после двух лет разлуки, они все же официально завершили свои отношения. Вскоре на красных дорожках, Данила стал появляться со своей новой девушкой Ольгой Зуевой. Ольга училась в школе с углубленным изучением японского языка и девушке это очень пригодилось. Она уехала в Японию, где работала моделью несколько лет. После ее начали приглашать европейские и американские агентства для работы моделью. В Штатах Ольга не только работала, но и училась на сценариста. Сейчас Ольга талантливый режиссер и актриса. Дебютировала Ольга, как актриса, в голливудской картине Soul, с Анжелиной Джоли и другими западными звездами в главных ролях. Сейчас в ее режиссерских работах числится фильм на районе, где Данила Козловский играл ключевого персонажа. Ольга и Данилу посадила в режиссерское кресло. По ее советам, актер решил попробовать себя в режиссуре, снял фильм «Тренер», где Ольга Зуева тоже играла. И совсем недавно, в марте этого года, в семье Данилы и Ольги произошло счастливое событие. В их семье появился еще один человек, их дочка. Пока Зуева официально так и не стала женой актера. Делитесь своим мнением в комментариях.